Их всего двое из нашей компании. Здравствуйте, Юра! Ну, начинаем теперь. Начинаем. Сегодня у нас виновник торжества Ольга Сушкова. Она у нас молодец, она у нас такой фантаз. Столько она всего пишет, столько идей. И вот, Оля, расскажите, пожалуйста, как вы дошли до такой жизни и что вам пришлось претерпеть, потому что там же очень много таких фактических сведений в вашем повествовании. Вот расскажите, какими вы пользовались источниками и как вообще пришла эта идея вам в голову? Да, идея, я уже не знаю, как пришла, честно говоря, но я уже давно работаю в жанре фэнтези. Почему-то меня тяготит именно к этому жанру, ни к какому другому. Вот первая книга была посвящена ангелам и демонам, а сейчас, наверное, она больше посвящена уже чему-то такому мистическому и связана с восточной культурой, а именно с Индией. Может быть, меня вдохновило как раз то, что я много раз ездила в Индию по работе, и на меня эта страна произвела очень большое впечатление. И вот как-то идея просто однажды родилась, сидя на горе при закате солнца в одном из городов. Это был Джайпур, один из знаменитых городов Индии, который входит в золотой треугольник. И просто вот пришла эта идея. Но я поняла, что для ее осуществления мне понадобится собрать очень много материала. Это были и книги, и энциклопедии, но в основном, конечно, послужили интернеты, и мне стали, мои коллеги по работе, дарить книги, связанные с индийской мифологией. То, что... Вот по путешествию я сейчас уже вылетела из головы одной знаменитой женщины, которая в XIX веке путешествовала по Индии. И я очень много оттуда почерпнула. Но я понимаю, что несмотря на то, что я пытаюсь находить материалы, все равно работать с таким текстом достаточно сложно, потому что очень сложно подбирать слова. Недавно был вопрос, как назвать одеял. Вроде они же чем-то накрываются, и вроде одеялом не назовешь, и покрывалом не назовешь. И вот таких моментов очень много. Ну, надеюсь, что я когда-нибудь все-таки допишу. Сейчас работа пошла уже плодотворно. Я работаю над десятой головой. И всего планирую, наверное, 22 головы. Так я пока прикинула по плану. У меня большой план. Посмотрим, сколько выйдет на самом деле. Ну, и сразу скажу, что с текстом, вот то, что я вам прислала, уже работал редактор. То есть мы сейчас работаем не так, как с предыдущей книгой, а уже я написала главу, сразу отправляю редактору. Она правит и присылает мне. Так что я надеюсь, что еще глав 5 напишу, и, может быть, летом мы их обсудим. Но в любом случае книга двигается. Надеюсь, что вы поможете мне какие-то скажете хорошие комментарии. Ну, не только хорошие, конечно, надеюсь на вашу критику, замечания. Поэтому я в всяком внимании. Спасибо большое. Большое. Вот первая у нас Наталья Зеленина. Она прочитала все и хочет поделиться своими впечатлениями. Нина Александровна, я еще забегу. Извините, что перебиваю. У меня сегодня даже здесь одна моя постоянная читательница. Вот Екатерина Тележинская. Она тоже есть. Так, может быть, она тоже присоединится? О! Так что я ее пригласила. Катя? Спасибо большое. Добрый вечер. Спасибо. Она вошла, да. Да, она позворовалась. Наталья Зеленина, слушаю вас. Здравствуйте, слышно? Да. Слышно, да? Разбор текста Ольги Сушковой. Авторам предложены для обсуждения четыре главы этого произведения. Поэтому разбирать композицию всего романа я не буду. Исходя из представленного текста, могу изложить свое мнение по следующим вопросам. Жанн произведения. Роман фэнтези. Приключения. Автор погружает нас в фантастический мир и увлекает происходящими в нем событиями. Тема произведения. Вот четырех глав всего, не знаю, вот из четырех глав исходя. Конфликт, который объединяет содержание, все события переплетают единое целое. Название. Это имя главной героини. Место действия в этих главах. Древняя Индия. Указание на время следует из слова древнее. Но к этому я еще вернусь. Из всей композиции нам представлен конфликт. Столкновение героев, обстоятельств, их взглядов, положенное в основу вот этого действия. Конфликт происходит между персонажами. В четырех главах видим развитие этого действия, которые перешли из предыдущих событий, завязки из предыдущих событий, в систему тех событий, которые вот в этих четырех главах мы прочитали. Джонатан бежит от преступления, которые она не совершала. Зера организует за ней погоню с целью убить и забрать власть. А друга Натана, друга Джонатан, убить и забрать его силу. Сюжет излагается, судя по синопсису, с отступлением в прошлое, ретроспективой. «Наше время» и «Древняя Индия». Вопрос по ходу. В тексте «Расплачивается динарами» посмотрела, что динары чеканились в средние века, период Далейского султаната, 13-16 века. Насчет названия «Древняя Индия» на усмотрение автора. Повествование идет от лица героев и повествователя. Художественные образы выражены через индивидуальные черты, присущие персонажам. Внешне – это лицо, фигуры, одежда. Характер – он раскрывается в поступках, в отношении к другим людям, в описании их чувств и в их речи. В тексте есть изображение общества, в котором они живут и действуют. Основные приемы при создании образов. Характеристика героя через его поступки, портрет. Причем описание двух героев, Джонатан и Натана, начинается… Мы их еще не видим, мы слышим, как дети их описывают. И вот мы с ними знакомимся, мы их еще не видим, узнаем темные волосы, красивый, высокий. Ну а также характеристика героя другими действующими лицами, именно персонажи. Некоторые имена, имя Борг, слуга скандинавского надежной Ноэль, сарабского добивающейся, даны в транспекции переводы, а другие имена идут без них, хотя у других имен некоторые являются ассоциативными. Вопрос, не поняла, почему какие-то даются переводы, а какие-то, может быть, они ранее были даны. Но здесь, вот в этом тексте, вот так. Речь о персонаже не показалась без особенностей, но она помогает раскрыть их характеры. В сценах прошлого времени встречаются современные высказывания, например, «Ничего себе!» Есть повторы, например, «Односложно ответил он». Главные герои. Джонатан собирает камни, дающие силу. Но непонятно, зачем ей эта сила. Не ясна ее цель. Хорошо писан портрет, ее взаимоотношения. Цель Зеры ясна, это власть. Цель Натана тоже, как бы я не увидела, вот из этих глав, от прямого ответа на этот вопрос он уходит. Написано, что хочет отомстить за семью, но только ли это цель? Вопрос по этому герою. Он убил 33 человека, но при этом он не убийца, а вот. Персонаж «Честный вор» – оксюмарон. Использованы приемы образности и художественные приемы. В переносном смысле слова, эпитеты, сравнение. Представленный текст начинается с убийства. В романе о смертях говорится обыденно. Героя легко убивают. Убийство преподносится как устранение препятствий на пути к цели. Вор спокойно повествует о своих жертвах. 33, по-моему, даже конкретно сказано. И при этом он показан, как неплохой парень. Помогает родня, переживает за бедных. На книге должны написать 18+, хотя рассчитана она на подростков. Но зачем подросткам читать об убийствах, о желаниях и способах что-то украсть? Но это скорее претензии к жанру. Потому что жанр фэнтези, все демоны, ну, там подобные встречаются. Оправдать такое сложение может ассоциативность. Вот, допустим, как у Лермонтова демон, у Гёте, у Булгакова. Автором проделана большая работа. Это заметно сразу. Трудно написать миниатюру. А книгу, которая разное время, описание разных мест, повествование ярких героев, и подавно. Автор очень образно описывает персонажи, пейзажи. Видишь фильм? Одежда, природа, погода, архитектура. Слышишь громкие, тихие, злобные голоса героев. Песни, танцы, турниры, звуки, вкусы, юмор в диалогах. Не ожидала, что в произведениях такого жанра есть детские персонажи. Автор их выписал так, что тоже кто-то. Они как в фильме проходят все прям перед глазами. В тексте используются слова из древнего литературного языка, что обогащает текст. Несмотря на демонов, кражи, убийства, нищету, автор очень позитивен в описании. Герои легки в общении, умеют дружить и любить. Текст читается легко и с интересом. У меня все. Спасибо большое. Андрей Лисович, пожалуйста, позвольте своим именем. Здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, хорошо. Ну, я начну, наверное, сразу, быка за рога. Мне кажется, что произведение сырое и публикация не готовая. Докажите, докажите. По порядку. Значит, ну, Ольга увлекается повествованием и вот не показывает нам, нам читателям, локации сцены. Деталями пренебрегает. Например, вот шестая глава, которая начинается, первая сцена, убийство зеры начальника охраны Израиля. Непонятно, где происходит. То есть, упоминается рыжая кресла и все. Если это первое появление зеры в повествовании, где ее портрет? То есть, мы узнаем в первой сцене, что у нее синяя туника, а потом, когда она выходит на улицу, мы узнаем, что у нее черный волос. Вот. При этом автор описывать локацию умеет. То есть, та же улица, вторая сцена, где они появляются, описана грамотно и я. Значит, текст перегружен описаниями мира, когда персонажи пересказывают друг другу очевидные вещи. Вот привожу пример. Слуга зеры говорит, госпожа, вы потратили много магии. Да, возможно, это того не стоило. Девушка на секунду опустила веки, возвращая глазам нормальный темный оттенок. Просто эти люди не стали моими друзьями. Опять. И он говорит, я боюсь, что вас могли обнаружить. Она могла почувствовать вас. Вы же знаете, после мощного заклинания остается мощный магический свет, по которому вас легко выследить. То есть этот Борг, он что, идиот? Откуда он взялся? Он только что познакомился со своей госпожой. Зачем он ей говорит то, что она знает? Дальше. Джоанна, демон, но она почему-то ничего не знает о магии камней. Она путешествует с Натаном не первый день, и тут ей читает лекцию как школьница. Наступает утро, роль и меняется. Она ему читает лекцию. Ну, я понимаю, что дать описание мира без пересказов не получится, но, на мой взгляд, их просто очень много. Тут некоторые разговоры о прошлом можно заменить флешбеками. То есть вот Ольга может сделать яркую сцену, но она ее пренебрегает. Может быть, в первых пяти главах эти сцены уже были, но я их не читал. Значит, все персонажи говорят одинаково, их речь лишена характерности. То есть над этим следует специально работать. Кто-то хрипит, кто-то шепелявит, кто-то ругается, кто-то говорит восхитаниями. У мужчин грудная клетка больше, они склонны говорить более длинными предложениями. В репликах женщин чаще встречается точка. То есть Джоанна и Зера не должны говорить одинаково, Натан и Борг не должны говорить одинаково. То есть надо менять это. У меня вот умилилась история. Натан и Джоанна проводят ночь в пустыне под общим одеялом. Такая легкая сцена, намекающая на ирочек, но при этом недостоверна. Она провела ночь в седле. От нее пахнет или козой, или лошадью. Ну, день в седле она провела. И при этом Натан в ванну она не принимала. Натан явно пахнет ничуть не лучше, но при этом он ее обнимает и о чем-то фантазирует. У него что-то с обонянием? Многие диалоги висят в воздухе. Например, восьмистраничный диалог между Джоанной и Натаном в странице с 32 по 40 ничего не происходит. Ни с героями, ни вокруг героев. Они просто разговаривают. Ну, так нельзя. Ну, есть же там методы чайный сервис. Зера разговаривает с мальчиком, у которого рана на руке. Что делают остальные мальчики? Молча слушают их диалог. Чем они занимались до того, как к ним подошла Зера и Борг? Вот. Я из этих нескольких глав не понял, почему Мара волшебная ложка. Что в ней волшебного? Значит, еще такой момент. Когда вы создаете мир, стоит задуматься о равновесии. То есть, у вас там борются свет и тьма, добро и зло. В вашем случае демоны, ангелы, видящие. Но существование камня, исполняющего любые желания, разрушает любой намек на равновесие. То есть, вот если у меня есть этот камень, и я могу пожелать построить мост на Луну магических и материальных ресурсов, придуманного вашего вами мира. Хватит построить такой мост или не хватит? То есть, хоть какая-то физика должна быть там присутствовать, пусть даже магическая. Вот. Вот там у вас очень красивая фраза «Алая печаль, лазурная горечь». Это просто красивая фраза, или она там будет дальше расшифровываться? Мне бы хотелось это понять. То есть, в принципе, неплохо и понятно описана экономика гиди и воров. Согласен. Очень хорошо описан турнир лучников, но тут же рядом показан поединок на мячах, он недостоверен. То есть, людям он затянут, людям просто банально дыхалки не хватит долго махаться. Если вы когда-нибудь видели фриктовальный поединок, там все молниенозно происходит. О том, что Джоанна принцесса догадались все, кроме Натана. Есть некоторые штампы, которые режут глаз. Например, «Да пребудет с вами сила». Это из «Звездных войн». Мне нравится ход ваших мыслей. Это из неприличного анекдота совсем не индийского. Мне понравилась вообще сама тема. То есть, союз героев, каждый из которых может убить друг друга согласно своему предназначению, но при этом любовь этому противостоит. Это интригующий момент, мне понравился. Кто такие наблюдатели, зачем они, я не понял. Почти нигде не пляшет фокал. Я нашел только в одном месте косяк. Когда Борк улыбнулся, он был искренне рад за свою госпожу. То есть, один раз только скакнул фокальный персонаж, от одного персонажа к другому. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать. Сейчас еще чего-то хотел добавить. Ну, короче, надо многое поправлять. Это мое мнение. Спасибо. Я потом пришлю лист замечаний. Да, спасибо. Очень хорошо. Здравствуйте, друзья. Ну, вот, я, наверное, самый буду такой слабый рецензент по этому вопросу. Дело в том, что я эту литературу совершенно не понимаю, никогда не понимала. Я как бы уже человек из другого мира, из мира советской фантастики научной. И я, помнится, когда мы первые главы обсуждали вот эти Ольгины книги, я ее, как физика, призывала, в общем, как бы и в фэнтези стараться все-таки какие-то, ну, научно-фантастические вещи использовать. Это было бы, наверное, более убедительно. Наверное, я не права. Наверное, просто я не понимаю, я продолжаю жить в другом мире. Ну, опять-таки, я сейчас просто, ну, увяло, когда я услышала, я этого не знала, что, оказывается, это для взрослых людей предназначено 18 плюс. Ну, я понимаю, что эти цифры 18, вот все эти плюсы, они, ну, весьма такие условные, но все равно, вот, Оля, ради бога, простите, я не то, что в 18 лет, я бы в 5 лет такое бы не смогла читать, мне было бы скучно, ну, может быть, я ненормальная и буду я именно вот с такой точки зрения, ну, не вполне нормального человека и, конечно, не по сюжету по этому, а по исключительно стилистическим каким-то вещам идти. И опять-таки вспомню, что, когда мы обсуждали первые главы, я была настроена более оптимистично, и не только я, но еще многие восхищались вот прекрасным таким описанием пустыни, очень поэтическим, очень необычным, и стихи, которые, вот, значит, там звучали в то время, как герои едут по этой пустыне, вот они, ну, кому-то показались, может быть, недостаточно хорошими, просили улучшить, другие, значит, и я в том числе говорили, что нет, они вполне, значит, соответствуют, но вот в этих главах я таких описаний не увидела, стихи-то там есть, я о них тоже пару слов скажу, а таких вот блестящих описаний нет уже. С одной стороны, как говорил один, вот, дедушка моей подруги, старый осириец, он говорил так по поводу своих внуков, там один внук, мальчик почти гениальный, там вундеркинд был, ну, а девочка была обычная, хорошая девочка, вот он и сказал, когда родители сетованы, что девочка, ну, не столь гениальна, он сказал, река не может каждый день приносить по бревну, то есть, конечно, нельзя требовать, чтобы вот такие блестящие пейзажи, ну, там буквально в каждой главе или с какой-то периодичностью возникали, но, коль вот такой момент получился хороший, ну, хоть три раза бы надо бы, вот, каждое же произведение, в том числе и роман, он должен быть построен как вот единое целое, и коль одно вот такое описание удачное есть, кроме пустыни, должно быть, ну, еще хотя бы пару раз, потому что Бог любит Троицу, еще какие-то вот описания природы, какие-то пейзажи, ну, вот примерно такого уровня высокого, хорошего, ну, возможно, это появится на более поздних страницах, но я прошу Олю не забывать об этом. Теперь вот по поводу стихотворений, которые там цитируются, ну, во-первых, это общее правило, вот, ко всем, наверное, ни в коем случае нельзя обрывать строку, вот, например, там стихотворение идет, оно оборвано следующим образом, как среди дорог и трущоб, многоточие, вот это неправильно, как среди дорог и трущоб скитались там мы с другом или там скитались с подругой, вы поняли, о чем я говорю, то есть вот обрывать надо тоже с умом, особенно стихотворение, чтобы вот, вот, или оставлять уже те строфы полностью, или вот так, хотя бы, ну, сами вот эти стихи, вот их в данном случае можно доработать, вот, например, так одно начинается, есть на свете, чего там, есть на свете оплот бедняков, да, оно неуклюже звучит, уж в песне-то скорее бывает, тогда уж так, может быть, лучше бывают, воры, оплот бедняков, то есть надо думать о том, что вот в этих стихотворениях это песни, песни такие народные, то есть тут можно стихи Бёрнса, значит, в переводе Маршака призвать на помощь, то есть это должно быть вот в таком ключе как-то сделано, такая должна быть стилизация, они неплохие, но они несовершенные, вот, значит, и что на меня, конечно, больше всего угнетает, угнетает, это невероятное количество штампов, причем штампы современные, эти магические, древнеиндийские и там прочие волшебные персонажи, они на таком безобразном подростковом сленге изъясняются и ладно бы на подростковом, это еще ладно там для подростков, для детей предназначено, они на сленге, ну вот, безмозлых дамочек из телевизора изъясняются, типа там, я не знаю, модные приговоры какие-нибудь и прочее, вот, ну и есть просто такие мало литературные выражения, например, она оцепенела от сказанного мной, ну почему же не от услышанного просто, вот что это за оборот такой, дальше, вот, то, что вот это, это не подростковый сленг, это вообще какой-то, какая-то жуть совершенно дикая и смешная в устах или там мыслях древней, древнеиндийской или там арабской, неважно какой женщины, она что-то такое говорит, что там она делает или чувствует во время интимной близости с мужем, слушайте, ну это ни в какие ворота, что это за гинекология, да, это современные врачи, гинекологи, так по-моему, выражаются, она должна там говорить про любовь, про сет, про страсть, или наоборот, про отвращение, что это такое вообще, это страшное дело, дальше, кто-то там опять-таки из этих древних волшебных людей обращается так, дорогие братья и сестры, ну так Иосиф Виссарионович выражался во время вот трагических этих, и батюшка вот так проповедь обычно свою начинает, ну это тоже уже такой штамп, в этом древнем мире просто он бы наверное братья сказал, женщины тогда в общем ну другое положение в том мире да, занимали, да и сейчас занимают на Востоке, то есть так вот братья и сестры к ним не обращаются, это у нас уже в православном мире это такое клише стало, так, значит, она готова была атаковать, ну тоже невозможный штамп, да вдобавок это, ну, перевод с английского такое клише, ну и больше всего конечно меня вот просто разбеленило вот это я вас услышала, но это тоже штамп, появившийся не так давно в нашей практике, я его, например, во-первых, он тоже, если вот так подумать и проследить, это отчасти англицизм, айсы, да, говорят англичане, но они говорят, я вижу, в смысле, я понимаю, а очень многие индейские народы и в тех же языках вот санскрита, там хинди и прочее, ну, в общем, именно те страны, куда вот англичане, как колонизаторы проникали, там в очень многих языках нет глагола, я понимаю, они это заменяют именно вот так, я услышал тебя, в смысле, я понял тебя, и вот из этих, ну, в общем, не бедных, может быть, но других совершенно по строю языков, чем наш богатый русский, вот, значит, достаточно безмозглые, малообразованные люди собезьянничали, и вот молодежь стала вот так вот говорить, причем, согласитесь, это звучит еще и очень как-то презрительно, когда одна мадам, значит, мне сказала, услышала, я это именно восприняла, что она меня презирает, она вообще знать не хочет, она мою просьбу не выполнит, она вот именно, я что-то такое про тарахтела, она услышала, и не то, что не, она даже из близко к тех, кто не поняла, то есть вот, ну, это вот самые такие яркие вещи, которые я выписала, но, в принципе, весь текст так написан, и это, конечно, очень огорчает, и мне кажется, вот написанный таким языком текст, он и молодым людям не сослужит добрую, ну, не принесет пользу, почему? Завлекать их должно не то, что сказочные персонажи говорят их языком очень несовершенным, очень грубым и неточным, приблизительным, их завлекать должна, значит, необычной ситуации, сюжет, и в том числе, и какой-то необычный язык, вот, то есть вот я считаю, что нужно вот эту и прямую речь, и мысли персонажей перерабатывать, делать ее, ну, если не необычной, то своеобычной, своеобычной, не только каждый персонаж должен как-то особо, да, иметь свои речевые характеристики, индивидуальные, просто вот тот мир не должен говорить на нашем современном сленге. Ну, вот такое мое мнение, вот, пожалуй, все. Спасибо. У меня есть еще один вопрос и замечание, можно я скажу? Да, конечно. А вот там в синопсисе было написано, что есть параллельная линия, в честь чего назван, собственно, роман Джонатан. А где он? Это в... Примерно на Англии, его нигде нет. Да, это в первых главах было. Не, но там оно, если два параллельных линии, они должны как-то чередоваться, более-менее равномерно. все правильно. Так что после, вот сейчас главный герой уезжает из Уазицы, и мы опять возвращаемся в современную Англию. Как раз следующая глава уже будет посвящена новому миру. И, Ольга, если честно, я с удивлением узнал, что у вас есть редактор, он явно не дорабатывает. Я передам, хорошо. До свидания. Хорошо. Из наших участников, лаборантов, кто-то хочет еще сказать? Господа лаборанты, не хотите? Тогда давайте пригласим Екатерину Целеве шансовую, 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 да? Екатерина, будьте добры. Читательницы, постоянные читательницы. Да, это я. Оля, да, Екатерина, будьте добры. Как читательница, Ольга, расскажите нам, что вы увидели в этой вещи, чем она вас привлекла, что понравилось, что, может быть, наоборот? По идее, мне просто сама идея книги понравилась. Как началось, это завлекло меня. Я всегда увлекалась мистическим. И поэтому однажды нашла Ольгу на сайте Проза.ру и с тех пор стала читать ее произведения. Я как-то не готовилась говорить каких-то особых рецептов. Я вижу и чувствую, что вам нравится ее произведение. А чем они нравятся? Мне нравится хорошим описанием действий самих героев, то, что они представляются перед глазами как фильмы, путав другую реальность и вот чувствую даже герои книги. И вам читать интересно, Ольга, да? Вы читаете все сначала до конца, все прочитываете? Да, нравится. Ну, самое главное, чтобы было интересно читать, мне кажется, так. Да, когда будут новые главы. Угу, хорошо. Когда можно более книгу узнать. Оля, за вами, за вами ответ на все претензии. Можно буквально два слова? Да, конечно, конечно, будем очень рады. У нас вот эта эпоха сейчас постмодернизма, она очень много родила разных жанров, и мне как бы первый раз, когда вот это Ольгу прочла, я вообще не восприняла, а сейчас, может, мне это показалось, там как-то у нее магизм, конструктивизм сочетаются, я вот, ну, как, так внимательно не присматривалась, как Лена, там, Лена в этом специалист, вот, но мне кажется, он сам по себе, ну, не то, что мне кажется, вам же, что мне кажется, сам по себе жанр интересен уже тем, что, в общем-то, она одна из лаборантов в этом, как бы, работает, и причем она работает, если, ну, насчет штампов, насчет штампов не знаю, штампы тоже можно, можно обыграть, потому что, вот, тот язык, на котором мы разговариваем, он вышел из античности, вышел вот оттуда, и, как, он перерабатывался режиссерами, там, писателями, и мы сами не замечаем, что мы разговариваем одними штампами, и когда мы вот во что-то, ну, хотим, ну, какой-то свой стиль найти, что почти невозможно, вот, то, наверное, лучше все пробовать в каком-то новом жанре, потому что, ну, вот, здесь идет как-то подспудно, вот где-то внутри, идет вот такая творческая работа, прежде всего, над восприятием образов и языка, поэтому, вот, я сейчас очень даже с благодарностью Ольгу читала, я вообще люблю все новое, это правда, вот, ну, как бы, дотягивать в этом трудно, потому что, ну, нет, вот, постмодернизм, вот, сколько я пытаюсь его изучать, у меня ничего не получается, ну, как бы, не то, что конца, а хотя бы широко это изучить, потому что ничего определенного, и каждый, кто берется работать в любом из этих жанров, он, как бы, протактывает свои дороги, и уже, как бы, вот этот момент, он уже не штамп, я, как бы, вот, не к словам, потому что, ну, это я уже сказала, ну, так что, Ольга, спасибо. Да, Оля, включите, пожалуйста, микрофон, и поделитесь, как вы бы приняли вот эту критику, что вы можете взять из этого, что вы отвергаете? Я, я все понимаю. Нет, на самом деле, очень большое спасибо за критику, это вот как раз вот то, что нужно, потому что одно дело, конечно, получать воспаленные отзывы от читателей, но никто, вот, на самом деле, так вот по-хорошему и не ругает. Ну, начну с Натальи Зелениной по поводу динаров, то, что они были в средние века. Честно говоря, проверяла эту информацию, что она была и раньше, но я перепроверю еще раз. Наталья, спасибо. Да, вы спросили, почему не расшифровываются другие имена? Да, они были расшифрованы в предыдущих главах. Ну, про современные высказывания каюсь, да, действительно, это присутствует, так что буду на этот счет вычитывать текст прямо с самой первой главы. Да, по поводу целей главных героев, да, некоторые цели были объяснены в предыдущих главах. По поводу установления рейтинга 18+, честно, не знаю, как с этим быть, но если все-таки получится издать текст и довести его до ума, то, надеюсь, решат его там в издательстве, помогут люди. Так, это с Натальей Зелениной, вот, с Андреем Лисиевым большое спасибо, так сказать, сразу и по делу, вот, на самом деле, да, как Андрей сказал, мужская точка зрения на текст, потому что мне достаточно сложно писать, ну, текст идет от лица мужского персонажа, то есть приходится на себя одевать образ именно мужчины и писать, как ты думаешь, как он бы мог это сказать. Не всегда получается, не замечала, что тот же Борг и Натан могут говорить одинаково и по стилистике, по интонации. Будем менять тогда написание их речей. Про описание, да, соглашусь, что те главы, которые я вам прислала, действительно, с первой же шестой главы у нас отсутствует описание комнаты. Описание главной героини, ну, Зеры, да, было в предыдущей главе. Да, вот про то, что герои говорят друг другу очевидные вещи, да, будут тогда перерабатывать, если это так бросается в глаза и задевает, ну, значит, придется думать, как это исправлять, писать в описаниях, но никак не в речи героев. Да, вот страница 32-40, перегружены диалогом, попробуем проработать этот кусочек еще раз. Честно говоря, не помню, где я писала, что лошадь волшебная, лошадь-то самая обыкновенная. Другое дело, что, ну, забегая вперед, скажу, что главный герой как видящий может слышать, понимать речь животных, но он сам этого еще не знает. Поэтому, не помню, честно говоря, чтобы я говорила, что лошадь волшебная, но перепроверю. Да, вот Андрей спрашивала, алая печаль и лазурная горечь сошлись. Да, это будет обыграно дальше. Затянуты турниры на мячах. Да, наверное, мне тяжело с точки женской точки зрения смотреть на бой. То есть, описание вот именно боев, это всегда идет тяжелым моментом, потому что никак не могу на себя одеть, примерить эту оболочку, как бы я махала мечом, представить этот момент достаточно хорошо. Конечно, приходится для этого смотреть видеоролики, связанные с турнирами, в том числе на луках, на мячах, и по ним описывать движения, изучать, как какие-то движения называются, что можно сделать. Значит, придется этот момент еще раз проработать. Да, кто такие наблюдатели, тоже рассказывалось в предыдущих главах, и, конечно, будет рассказано еще попозже. Елена Евгеньевна сказала, да, конечно, я понимаю, что тяжело читать такую литературу, и вот я вроде в нашей группе в красной строке выкладывали настояние Елены Евгеньевны, я даже написала один фантастический рассказ, просто попробовать себя в этом жанре, может быть, кто-то видел, я выкладывала. Честно говоря, мне в фантастике работать сложнее, может быть, мы когда-нибудь мой фантастический рассказ обсудим, вот именно научная фантастика про машину времени. Мне вот Нина Куриная даже писала рецензию на той же прозеру, что ей понравилось. Хорошо, если понравится, но я себя в этом жанре чувствую сложнее почему-то, а в фэнтези легче. может быть, да, для большинства аудитории скучно читать, но буду надеяться, что я все-таки найду своего именно читателя. По поводу, да, замечаний, все записала, буду еще раз вычитывать обрыв в песнях каких-то строчек. Про штампы, да, проработаем, про интимную близость, это поняла, если это так бросается фраза в глаза, то лучше убрать. Честно говоря, просто одна из подробностей, которые нам рассказывали наши друзья в Индии на экскурсиях, я решила просто это записать. Братья и сестры, да, конечно, не обратила на это внимание, подправлю предложение про остальные тоже в клише. Так, и Татьяне Товорожкову, большое спасибо за мнение. Вот. Вроде на все ответила. Хорошо, спасибо. Довольна обсуждением? Да, здорово. Есть над чем работать. Есть над чем работать. Хорошо. Вам спасибо большое за доверие, за то, что нам показали свои вещи. Это всегда интересно знать, с чем люди работают, с каким материалом, какие приходится проблемы преодолевать, когда мы пишем какие-то необыкновенные жанры, такие непривычные для нас. Спасибо большое. Ну, а теперь переходим к нашей более традиционной рубрике, к нашим любимым миниатюрам, которые, может быть, даже уже немножечко стали надеедать. достаточноrans 무